От пациента. Рецидив 24 апреля 2021 года, первый эпизод 7-10 декабря 2020 года, сходящееся косоглазие слева, невритблокового нерва или тромбоз кавернозного синуса, на фоне ОРВИ, обострение гримморита. Консультативное заключение по представленным мртомограммам пациента 18 лет. Дата исследования, 26 апреля 2021 года. Область исследования, головной мозг и интракраниальные сосуды, контрастное усиление. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третьи и четвертые желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки справа 8,6 мм, слева 6,3 мм. Цистерны основания мозга прослеживаются, недеформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвии, выщели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Церебро-спинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, в правой гайморовой пазухе, в области дна включения размером 27 на 15 на 14 мм, по верхней стенке киста размером 13 на 14 мм, в обоих гайморовых пазухах участки отека слизистой оболочки до 5 мм. В средней трети носовая перегородка смещена влево на 9 мм, также сформирован левосторонний костный шип до 6 мм. При МР-ангиографии артерий головного мозга, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Диаметр правой позвоночной артерии 1,7 мм, левой 3,1 мм. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артерия венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. При МР-ангиографии вен головного мозга, обращает на себя внимание расширение левого поперечного синуса до 15 мм на всем протяжении его просвет заполнен тромботическими массами, обращает на себя внимание асимметричное расположение хрусталиков глаз. В остальном вены и синусы головного мозга обычные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. При введении контраста, очаги патологической воскулиризации не выявлены. В заключении, МР-картина тромбоза левого поперечного венозного синуса, гипоплазии правой позвоночной артерии в сегменте В4, асимметрия боковых желудочков, кисты правой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована срочная консультация нейрохирурга, лор-врача, 26 апреля 2021 года доцент кафедры КМН Котов-Эмма. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация неблагоприятная, есть признаки тромбоза левого поперечного венозного синуса головного мозга. Вам нужна консультация нейрохирурга, ситуация не смертельная, но требующая квалифицированной помощи. Также несколько меньше нормы диаметр правой позвоночной артерии. Сохраняются кисты правой гайморовой пазухи и искривление носовой перегородки. Вопрос от пациента. Описали в НИИ мозга МРТ сына, там другое. Ответ КМН Котова-МА. В представленном исследовании последняя серия SEC-Cube-T1EC, это серия с контрастным усилением. То есть ввели контраст в вену, и он заполняет, условно говоря, просвет сосудов, делая кровь в венах и артериях ярко-белой на снимках. Как в синем кружке на снимке S1, изображен правый поперечный синус. В левом поперечном синусе, он в оранжевом овале, на фоне ярко-белой крови, есть включение темного цвета. Так обычно выглядит свернувшаяся кровь тромб, которая не может напитаться контрастом. На снимке S2 показан левый поперечный синус в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях. Также диаметр синуса 15 мм, примерно вдвое больше нормы. Хотя учреждение, в котором выполнялось исследование, вызывает только уважение. Этот момент, не прокрашивание контрастом части сосудистого русла и наличие соответствующей клинической картины, вызывает у меня некоторое смущение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok